Добрый вечер. Для того, чтобы начать свою встречу с мужчиной, который посвятил свою трудовую деятельность педагогике, обучению молодых людей, будущих специалистов авиапрома, хочу сказать, что встреча с ним была еще в июне этого года. Хочу и вас познакомить с нашим земляком, интересным человеком. Сергей Петрович, давайте познакомимся. Вы сегодня кто? По статусу я действительно сейчас уже по возрасту вышел на пенсию, но работаю в системе высшего образования, работаю в Казанском комиссионном институте, ныне это университет федеральный. Работаю преподавателем на кафедре, преподаю свои дисциплины, связанные с авиацией. Вот так бы я сказал. Что связывает вас с сухоложьем? Ну, это моя родина. Здесь я школу закончил, здесь, собственно говоря, встал на ноги. И, ну, корни родовые мои здесь. Родители, друзья, знакомые были, школьные товарищи. Вот. А теперь вот 50 лет как отсюда уехал уже. Как часто вы возвращаетесь в этот город? Ну, раньше я, конечно, гораздо чаще приезжал. Каждый год летом приезжал. То на каникулы, то потом уже в отпуск. Ну, сейчас, наверное, чуть пореже, может быть, раз-два года. Просто этот год у нас был юбилейный выпуск нашей школы. 50 лет назад мы ее закончили. И вот встреча была с одноклассниками. Вы какую школу закончили? Куринскую, среднюю школу номер 4. Понятно. Вот скажите, Казаню, где вы сейчас живете и трудитесь, ну, красивейший город России, какую оценку вы дадите нашему городу? Нельзя сравнить эти вещи. Потому что, ну, они по всему. Во-первых, Казань — это город больше, я бы сказал, студенческий, культурный. А сейчас и статус спортивный он приобретает. Прошли там фестивали, значит, универсиады. Сейчас чемпионат мира по футболу будет. А Сухой Лог, он, я бы сказал, больше рабоче-промышленный город. Хотя, конечно, сейчас тоже здесь студенчество появилось. Но сравнить эти города. Ну, скажу так, сравнительно, когда я уезжал и сейчас, это действительно, ну, заметно город преобразился. Во-первых, это много новостроек. Ну, преимущество, они жилые такие, дома, коттеджи, что характерно для нашего времени. Немножко стал больше, шире. Ну, как-то вот коммерческие появились магазины всякие разные. То есть он приближается по своему статусу к каким-то, ну, таким городам. А по размерам, конечно, это еще... Ну, с одной стороны, даже хорошо. В таких городах хорошо, скажем так, отдыхать, трудиться и отдыхать. Нет суеты. В юности, что на вас повлияло или кто повлиял? Почему именно авиация? А. И со студентами, когда я общаюсь, я говорю, что я родился в век космонавтики. И вот когда было 12 апреля 1961 года, полетел в космос Юрий Алексеевич Гагарин, на меня, да и вообще на всех нас, это такое произвело впечатление, что просто, я не знаю, я решил, все, стану космонавтом. Вот, представляете, мне было там 12 лет, а вот это как-то засело в голове. И по окончании школы я пошел поступать в летное училище. Вот. В Угурусланское летное училище. Я прошел комиссию в аэропорту Кольцова. А на последнем испытании, там было кресло Жуковского такое, значит, садишься в него, голову наклоняешь, тебя раскручивает. И ты должен по прямой пройти, и там сидит врач. И там дал лет, он готов. Ну, поскольку я прошел немножко зигзагом, мне сказали, ну что ж, летать ты, как бы, еще рано тебе. Все, раз рано летать, я пошел тренироваться, готовиться. Я сделал там специально перекладину, тренировался. То есть вестибулярный аппарат я натренировал. Но за это время, год, я понял, что летчикам это не самое главное в моей жизни, а главное все-таки связать себя с авиацией. И я поехал в Казанский авиационный институт и поступил туда. И с тех пор вся моя жизнь непосредственно, вот, не на йоту влево-вправо, связана с авиацией. И преподаю там, и, ну вот, одна, я говорю, запись трудовой книжки, значит, по окончанию учебы, зачислен там инженером туда, и никаких увольнений, только переведен, 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 переведен. И так, вот, по ступеньке. Куда вы зачислены были инженером? А, в институт. Знаете, в то время остаться в институте на, это считалось очень, скажем так, не то чтобы престижно, это тяжело было в институте остаться преподавателем. Это был 73-й год, тогда не было вот так по этих всех филиалов по России, по Напихано было. Только государственные университеты, да, не университеты были, институты. И остаться преподавателем, это, во-первых, надо было закончить, блестящий институт, чтобы тебя могли принять на работу, вот. Ну, так получилось, что с этим у меня все хорошо было, я хорошо закончил институт, остался на работу. Ну, нет, тут немножко не так даже. Я, когда закончил институт, у нас было распределение. Сейчас это забытый такой факт, а там составлялся список всех выпускников, и у кого самый высокий балл, тот шел самым первым. И на столе приемная комиссия сидела, у нее были распределения, значит, по всем городам Советского Союза, СССР был. И ты выбирал любое место, чем ты раньше идешь, тем больше тебе возможностей выбора. И меня распределили в Таганрог, есть такой город Петра в Ростовской области, вот, Петр Первый его основал. А у меня дипломный проект был, это реальная модель самолета, 5 на 5 такой самолет был, 5-метровый, вот. Он был для испытаний, предназначен для, вот, завода Бартиневский в Таганроге. Я туда приехал, на самолете прилетели, наш самолет привезли. Я посмотрел, и мне там, ну, честно говоря, не понравилось. А не понравилось по той причине, что я еще занимался лыжами. А там южный город, снега нет. Я говорю, ребята, что-то мне тут не нравится. И все, я перераспределился в министерство и остался в институте. Вот так вот и получилось, что все это время там. Но какую-то исследовательскую деятельность вы в институте вели. Вам не жалко, вот вы самолет построили и никаких продвижений дальше? Нет, не так сказать. Не так? Нет. Продолжал заниматься научной работой. У меня и тема диссертации была, как раз вот расчет самолета на прочность. Там есть откидная часть фонаря самолета. И вот, собственно говоря, ее надо было рассчитать. Потому что были случаи, когда самолет, допустим, летчик катапультируется. И вот у нас даже случай был. Приезжает комиссия, значит, из Москвы. Надо было рассчитать фонарь самолета. Фонарь, представляете, вот та прозрачная часть, где летчика видно через это. Вот она, вот. Мы рассчитали, оказалось, она просто была непрочная. И вот, а программ не было, поэтому мы с моими руководителями, значит, кто у меня был тогда научный руководитель, сделали расчет, заштили диссертацию, отправили эти результаты в ЦАГИ. ЦАГИ — это Центральный агрогидродемический институт в Москве, город Жуковский. Закрытый город тогда был. Вот, и предприятие очень закрытое. Кстати, там и Буран испытывали, вот. Я его вот видел когда-то, он еще не летал даже. Вот. И эти, в общем-то, наши результаты легли в основу, там, допустим, какой-то положенной, там, практики расчета. Ну, а это уже была диссертация, это уже степень звания, это уже можно было дальше расти. Собственно говоря, вся работа преподавателя, она и заключается, что одна часть — это работа со студентами, проводить занятия, а вторая часть — ну, как-то заниматься вот творчеством, научной исследовательской работой и так далее. А скажите, вот сейчас какие пошли студенты? Сравнивая нас и кем мы стали, вот. Потому что когда я учился в группе, то у нас было 25-30 человек, по-моему, да. И кем кто стал? 90% закончив институт связали себя с авиацией. Кто на заводе, мастером работы, кто начальник цеха, кто там летно-испытательный институт и так далее возглавляет. Очень мало ушло куда-то в сторону, там, в коммерцию и так далее. Вот. Десятки ребят защитили, стали докторами, кандидатами наук. То есть все равно-то связали себя с авиацией. Про нынешнюю молодежь я так не сказал. Они какие-то прагматичны, понимаете? Большинство в институт поступает, ну, даже, не знаю, родители, что ли, их туда как бы... Не то, чтобы садить, даже заталкивают. Вот так приходят родители. Всегда почему-то мамы приходят. Я пап очень мало видел, там, когда приемная комиссия, там, одни мамы ходят, да, своих детей. Я говорю, а где папы-то у вас? Папы зарабатывают, да. Ну вот. А потом это еще платная форма обучения, она, понимаете, она как бы вот конкуренцию отодвинула. Потому что кто не прошел на бюджет по бесплатной форме образования, тот уходит на коммерцию. А на коммерцию там, ну, заплатил, и так требования к приему очень снижены. И вот эта масса вот этих платных студентов, они приходят, они неподготовлены зачастую. Я говорю, ребят, вы как-то вот проходили мимо, наверное, зашли, так надо было вам дальше проходить. Зачем вот серьезный ВОЗ? И вот эта практика, она дает о себе знать в том плане, что тяжело с ними работать. Они многие вещи просто не понимают. Вот интересно, есть вот какие-то вот фамилии студентов, которые вы с гордостью можете сказать, да, это мой студент. Есть вот уже какие-то вот выпускники, которые достаточно известны вот именно в той области, в сфере стали? Ну, не знаю даже. Есть, есть, конечно, ребята, но такие вот, чтобы, как мы, какие-то, можно представить, я за тысячи километров сел в поезд и уехал в Казань. Именно в Казань. Они куда, а сейчас у нас даже случай был, значит, вот поступают ребята, вот заявления, вот это пять заявлений можно подать в разные ВОЗы. Ну, что такое, да, ну, как это, это уже само наталкивает, что, ну, не примут сюда, пойдешь сюда. Ну, ладно, там тебя приняли, а ты потом кем будешь, специалистом-то? Мы хотели стать специалистами вот именно вот этого, авиации, так? Ну, и слава Богу, стали. А сейчас он поступил сюда, вернее, документы подал, вдруг открыли бюджетные места на физкультурном факультете и побежали туда. Я говорю, ребята, вы что, физкультурниками, что ли, решили стать? Вот это меня всегда вот поражает. Как вы думаете, почему, на ваш взгляд, молодые люди уезжают из города, который с большим запасом интеллекта и творческим потенциалом? Ну, чтобы реализовать себя. Люди, которые, значит, чувствуют себя способными на многое, они должны себя реализовать. А для этого они должны быть востребованы. А сейчас этот фактор как-то отодвинулся. Знаете почему? Потому что, ой, сейчас вот при приеме на какую-то работу фактор влияет не твоего ума и образования, а твоего родства с кем-то. И вот этот, я как называю его кумовской принцип, он определяющий. И поэтому умные люди, они, понимаете, не могут найти себе место здесь. А вот где-то там, где они действительно способны, они себя могут и действительно не уезжают. И я с этим согласен. Большинство людей оценивают свою жизнь неудовлетворительное. Скучно говорят они. Работа, дом, дом, работа. И редкие всплески положительных эмоций. А у вас как выстроена жизненная стратегия? Вы знаете, вот если начинать все сначала, вернуться, я бы, наверное, точно так же. Может быть, даже ничего не меняю. Потому что я не могу пожаловаться на жизнь. У меня и, скажем так, и по специальности по своей я доволен. И по жизненной такой позиции я еще увлекаюсь спортом. Я и здесь еще, когда в Курьях был, уже был там чемпионом района, значит, чемпионом там урожая, и по лыжам, и по бегу. И это у меня осталась вот тяга к спорту. Я, значит, будучи аспирантом, на втором курсе выполнил чемпионом России, стал выполнен норматив мастера спорта. Вот. И продолжаю сейчас заниматься спортом. То есть у меня нет такого. Я за счет спорта и за счет науки объездил половину Советского Союза. То на конференцию ешь куда-нибудь там, значит, или по спорту куда-нибудь. В Анапу уехал, там ласковая Анапа, там проходил чемпионат России, все, туда поехал. Так что я очень даже доволен, много посмотрел. А работа интересна в том плане, что ты же с живыми людьми общаешься, ты же мудрый такой. И вот ты вот смотришь на этих детей, вот, да, ты же им должен какое-то дать знание, примером своим, в том числе поведением. Поэтому там себя держишь очень строго, очень, нельзя с ними фамильярничать как-то, понимаете. То есть передаешь им свои вот эти наработки, знания, ну и не вижу я здесь скоки. Причем они-то меняются. Вот интересно, слышу о вас, а как вы своих детей воспитывали? Детей? Да тоже вот, знаете, пытался их как-то все время по струнке, чтобы ходили, но не получилось. Ни тот, ни другой. У меня двое детей, дочка и сын. Дочь закончила медицинский институт. Сама все сдала экзамены, сама поступила, сама работает. Сын закончил, значит, он тоже сначала занимался спортом, активно занимался. Был даже в команде подготовки к Олимпийскому резерву по лыжам. Лезговке учился в Ленинграде. Но это военный институт, что-то ему там не захотелось, он оттуда ушел. Ну, перевелся в Казань, закончил наш институт по специальности авиационной, значит. Ну, а сейчас работает, в принципе, ну, как их. По специальности работают? Да нет, не по специальности, потому что, знаете что, вот я же говорил, вот этот Кумовской принцип, он приводит к тому, что начинается разваливаться целые отрасли. Приходят люди некомпетентные, но родственники. Ну, к сожалению, у нас тоже это не расслеживает. Вот это авиация, у нас аэропорт, да, они до таком степени уже загнивание стали, что там просто люди, ну, молодые, не хотят работать, потому что там, ну, перспективы не видят они, вот, люди некомпетентные, неквалифицированно с ними, не знаю, общаются, что ли. Поэтому он работает в большей степени по компьютерам. Ну, образование хорошее, КАИ — это, КАИ — это. Скажите, а вы политизированный человек? Вы приверженец какой-то партии? К сожалению, я не хочу, скажем, предпочтение отдавать какой-то партии, но никуда без политики. Вон даже сейчас спорт идет, это сплошная политика, вот все вот эти дисквалификации, это чисто заказ америкосов. Я как вот задорнов, я их вот терпеть не могу, но что с ними делать, да? Они вот всем миром правят, эти американцы. И здесь я тоже считаю, что, в принципе, слишком мне свой нос далеко суют, и с ними нужна какая-то сила, чтобы справляться, адекватный ответ должен быть. Ну, вот современный, конечно, наш руководитель, вот, Владимир Владимирович, он в этом плане, конечно, преуспел, но это силовик, он же силовик, он же ФСБшник, понимаете? Вот, а предыдущие товарищи успешно нам эту страну довели вот до такого состояния, там и Михаил Сергеевич, и Борис Николаевич, до такой стен не опустили. Я считаю, что вот сейчас у нас в образовании идет такой провал. Во времена вот Горбачева и Ельца мы прогнулись под Европу. Образование у нас было лучшее, наилучшее во всем мире. А вот там вдруг нам стали ставить барьеры, ваш специалист не нравится нам, вы не квалифицировали. И мы прогнулись под европейские стандарты. Вот это бакалавры и магистры сейчас такая, не знаю, шаг назад. Не надо нам, не надо нам столько филиалов по всей России. Есть определенные вузы, ты пройди конкурсный отбор, зато добьешься, ты будешь лучший. С тобой работать можно было, а не учить тебя школьному. А то площадь круга они не знают, что здесь, ребята, ну вы совсем уж не учили, что ли. И вот это европейский стандарт нас, я не знаю, нас прижимает, нас топят, нас давят. А мы, вы смотрите сейчас наши слова какие, да? Идешь по городу, сплошной бутик и там шоппинг. А зачем мы засоряем свой язык, русский язык этими иностранными словами? Мы где живем-то? Я не уверен, что вот, допустим, проходя там по Матхэттену или где там Брач-стрит там, да? Что там сплошные русские названия магазинов есть. Вряд ли, да? А у нас возите на любой там центральную улицу любого города там сплошные там шоппинг-истриты. Пишут по-русски, но английскими буквами, да? Да, да, всё на иностранный манер. Зачем это, не понимаю я. Ну вот эта вся ситуация, может быть, она и справится сейчас вот. Может, это с образованием столько сделали экспериментов всяких разных, дальше нельзя. А вот эта ЕГЭ, это вообще, по-моему, смерть нашему образованию. Ну, возможно. Тут встретила одну маму, знакомую, на три размера похудела. Что случилось? ЕГЭ с дочерью сдавали, вот. ЕГЭ, и вот эта ЕГЭ, пусть оно неладное, оно не учит знания. Она натаскивает, знаете, как можно собаку натаскать на какие-то команды, найти там мячик, найти там ещё чего-то. И вот эта ЕГЭ, она как-то не даёт творческого ответа на вопрос. Ответ есть? Вот ты только правильно найди, вот вопрос-то, вот четыре ответа, вот найди из них правильный. У меня, когда был экзамен по дисциплине, так, билет, там три вопроса и задача, допустим. Ни один не сдал. Они в истерике, потому что они не привыкли сдавать экзамен, они привыкли сдавать какие-то вот тесты. Возвращать надо наши позиции во всём. И в политике, и в образовании, и в науке. В России принимают законы, которые заведомо выполняться не будут. Как у меня сказал приятель один, у нас в России один закон выполняется, единственный. Пустую бутылку никогда на стол не ставят, её всегда под стол. Вот неукоснительно, да? Вы строгий преподаватель, студенты вас боятся, уважают. Вот, да, я строгий, но в смысле бояться, наверное, нет. Я справедливый, уважают, мне кажется, да. Потому что показателем, вот, сейчас же это вот закон об образовании принят у нас, это, не знаю, очередной вот такой, когда студент на занятия может приходить, а может не приходить. Он свободный посещению занятий. Поэтому у меня посещение занятий, ну, я бы сказал так, 99% численности. Должна группа, там, 25 человек прийти, но 24-23 приходят. Я не сказал бы, что они из-за боязни какой-то, просто, может быть, и, не знаю, интересен сам материал. И ещё важно, как его донести до студента. Вот, особенно, вот, молодые у нас гуманитарные там, дисциплины, берёт книжку, откроет, и, вот, читая так, и читает, и бубнит, и бубнит. Так он и без тебя может книжечку прочитать студенту. А надо ему, вот, основные моменты так преподнести, рассказать, чтобы у него глаза загорелись. Я всегда, вот, когда читаешь предмет, реальный, я говорю, мы с вами с авиацией связаны. Давайте будем всё на самолётах. И примеры приводишь там, и всякие там. Вот, говорю, летит там кожедуб, перегрузка такая. Вот почему вот он стал трижды там герой, потому что вот. Вот, и так далее, и так далее. Всё, это какие-то вот, это очень важно, поэтому и студенты, наверное, уважают, я думаю, так. А строгие я, потому что с ними нельзя. По-другому. На шею сядут, да? Да, они начнут, я не знаю, там, капризничать там или ещё чего-то, ещё чего-то. Ну, то есть, в этом плане нет. Девушки на потоке часто встречаются? Это зависит от специальности. Сейчас, значит, раньше вот, ну, да, девушек было гораздо меньше, потому что специальности — это трудность. Всё-таки они серьёзные предметы-то идут там, да? Вот. Вот. Сейчас их стало больше. А есть специальности, которые вообще чисто женские. Там, особенно это программирование, там, от системы программирования, там же, что там, девчатки, экономические специальности, вот-вот. Вот, да, там много девушек. Ну, с девушками, да, с ними как-то по-другому нельзя, с ними как с мужчинами. Потому что её начинаешь спрашивать, чисто такой технический вопрос. А сам думаешь, а вот она это, ей надо вот её знать. Хотя у меня один такой случай был. Две девушки из Ташкента приехали к нам и учатся. Я хочу это знать. Я говорю, да ради бога. И сдаёт, и учатся. Я говорю, молодец какая. Я говорю, ну, дальше куда? Замуж или как? Да вы что, я в Ташкент уеду, у нас там завод, я там работать буду. Вот это вот две узбечки такие, всё. То есть, это вот редкий случай. Но ещё у меня случай был. Одна, значит, у нас сейчас же открылись теперь вузы-то. Сейчас же ориентир института, университета определяется по показателям, которые опять придумал, я не знаю, какой там. И одним из показателей является наличие иностранных студентов. То есть, теперь у нас вуз-то режимный был. То есть, там у всех студентов была форма допуска для работы с секретными документами. А тут открыли его, значит. Естественно, работы стали простыми. И появились эти вот чёрненькие студенты. Прямо негры ходят и так далее. Вот одна девушка меня поразила. Как же её звали-то? То ли из Нигерина, то ли ещё какая-то. Она пришла, там предмет серьёзный, там, да. Она всё, я говорю, так, ну давай, кто тебе помогал. Потому что сейчас, знаете, как студенты, они не напрягаются. Много таких появилось фирм, которые за тебя все ездят. Только платим денежки и всё, да. И вот особенно курсовую работу или проект они заказывают, потом приносят тебе. Вот положи лист. Я говорю, а мне зачем? Я и так знаю. Вы давайте рассказывайте. Вот эта девушка приносит. Так я говорю, ну всё, молодец, здорово. Я говорю, кто? Динал, кто помогал? Ну, Сергей Петрович, обижаете. Достает ноутбук, ставит на стол, открывает. Всё, у меня тут есть. Любой вопрос. Как я не гонял, всё знает. А, Мурена, Каролина, Мурена. Мурена, Каролина, что ли, вот из Нигерии, что ли. Я говорю, молодец какая. Я говорю, ну дальше куда? Летом домой поедешь? Зачем? Я в прошлом году летом была, там это дорого, нет. А куда? Я в Германию поеду летом. Зачем в Германию? Изучать немецкий язык, а потом пойду, если всё нормально, устроить с Люфганзе. Она училась по специальности самолётостроения. Я говорю, у вас же там у папуасов самолёт-то, наверное, не летает. Ну, если есть, только типа так. Прилетел, улетел. То есть ни заводов, ни обслуживания, ничего нет. А я в Германии устрою с Люфганзе. А Люфганзе это очень немецкая авиакомпания, такая мощная. Она по всему миру летает. Какой у неё настрой, какое у неё, понимаете, желание себя как бы найти. Не скажу, чтобы про наших студентов такое было у них, знаете, мотивация. Ну, то есть всё-таки девушки не дают повода чаще относиться к ним скептически. Ну, если я верю, что человек не понимает, я его не топлю, я перевожу как-то на юмор. Говорю, преподавателя-то знаете, как его зовут. Уже три, да? Уже зачёт получила три поставки. А учебник, если, а конспект, ну это мало, это уже на хорошо тянет. Сейчас студенты могут рассчитывать на те деньги, которые им даёт институт за хорошую учёбу? То есть или это чисто уже условность? Ну, по нынешним-то временам это условно деньги, потому что стипенди у них, допустим, там, ну, три тысячи. Три тысячи. Для сравнения, когда у меня вот эти студенты, иностранцы, они бьются за хорошие оценки, думают, что же они так, они тебя прямо вот берут, вот, а мне надо пятёрку, мне надо пятёрку, пятёрку. Оказывается, у них стипендия 500 долларов. Вот приведём эти деньги, значит, доллары в рубли, получается, там, тридцать, там, с лишним тысяч стипендий у него. И наши три тысячи студент-отличник получает три тысячи. Вот как это можно сравнить, вот. А этот папуас, он, значит, получает свои 500 баксов, а российскую степень он обязательно при любой учёбе получает. То есть он три тысячи свои, он... То есть 500 плюс три тысячи, да? Да, да, это вот удивительно, ну, вот так. Участие, работа в институте знаком, ну, как сказать, знаком, вот сидел так же с космонавтом, кто у нас приезжал? Севастьянов приезжал, космонавт, он два или три раза приезжал, Гречка у нас был. Повезло мне один раз, я Гагарина живого видел, это был 67-й год, был какой-то там у нас студенческий, нет, молодёжный форум какой-то, дружба. И вот Гагарин на стадион приехал, и каким-то ветром меня туда занесло, там страшно было, тяжело, право, я прорвался. Вот сказали, вот Гагарин, Гагарин встал, там, о, Юрий Алексеевич, ну вот, ну, это вот в моей жизни вот было. С Ведениным знаком лично был, так, есть такой лыжник у нас, вот, да, был, вернее, такой, да, вот, потому что они приезжали в Казань, и, как бы, это самое... Колчин Павел Константинович, это великий тренер лыжника. Но я и лыжами занимался, говорю, и вот, и самолёты, поэтому, в принципе, я очень даже доволен. Ну вот скажите, от жизни есть разочарование, что вы всё-таки остались на земле, что вы не поднялись? А, нет. Вы знаете, я рад. Почему? Объясняю. Потому что у нас много лётчиков, ты закончил лётное училище, это не высшее образование, это среднее образование, понимаете? И вот ты летаешь, пока здоровье у тебя есть. Что-то у тебя забарахлило сердечко, тебя списывают, а куда тебя пристроить? Диспетчером ты не можешь. Механиком, что ли, пойдёшь? И после того, как ты летал, теперь ты вот это, да, вот. Поэтому они все идут к нам получать высшее образование. Поэтому я сразу решил, что образование — это одно, а летать — это другое. Ну, когда получил образование, можно было попытаться и летать, но уже не было. Всё нормально. Увлекло уже. Увлекло всё. Это учёба, наука, лыжи, там, спорт, всё как-то, поездки вот эти, слава богу, как-то. Спасибо вам большое за беседу.